Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Мы продолжаем сезон «Великие лошади и их люди» рассказом о прекрасном жеребце тракенинской породы, рожденном в Советском Союзе и волею судеб, ставшим последней турнирной лошадью, шестикратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, восьмикратного чемпиона Европы, доктора Райнера Климке. Да, речь пойдет о великолепном биотопе. А для того, чтобы увидеть, как гадкий утенок стал прекрасным лебедем, я предлагаю вам совершить путешествие в 1986 год, когда в Кировский конный завод, раскинувшийся в степях Целинского района Ростовской области, приехал отбирать годовичков из отъема начальник учебно-спортивного отдела эскадрона ЦСКА майор Владимир Жуковский. Тогда главным зоотехником по коневодству Кировского завода, в обиходе начконом, был замечательный профессионал Валерий Сергеев. Он-то и уговорил, нет, буквально заставил своего друга Владимира Жуковского взять еще одного жеребчика. Сначала Жуковский наотрез отказался, когда увидел тщедушное, убогое существо со вздыбленной шерстью, из ноздри которого до самой земли тянулась зеленая сопля. «Ты что, с ума, что ли, спятил?» – закричал Жуковский на Сергеева. «Я ведь его даже до Москвы не довезу». Но Сергеев проявил настойчивость. «Не довезешь – спишем. Но выходить его при табунном содержании у меня шансов нет. А возможности ЦСКА это позволяют. Вырастет – спасибо мне, скажешь. У него происхождение – блеск. И это не была фигура речи, ибо обсуждаемый дохлик был сыном прекрасного блеска, внуком Эола, правнуком Острика от выводного Осеана, то есть представителем ценной линии Пильгера. Теперь, когда прозвучали клички Осеана и Пильгера, мы просто обязаны продолжить путешествие в прошлое и направиться в Восточную Пруссию, чтобы взглянуть на истоки, пожалуй, самой знаменитой полукровной породы лошадей в мире – восточно-прусской теплокровной лошади тракененского происхождения. Официальное название породы указывает нам на место ее создания – именно туда. В Королевский конный завод Тракенен мы с вами и отправимся, чтобы встречать вместе с его служащими лучших лошадей прусского монарха Фридриха Вильгельма I, привезенных для использования в племенной работе из Испании, Дании и стран Востока. Здесь, в Тракенене, в 1732 году и начнется работа по созданию лошади нового типа. Военная тактика изменилась, и кавалерии требовалась быстрая и легкая лошадь, одновременно обладающая силой и выносливостью. К тому же эта лошадь должна была быть непременно красивой, чтобы эффектно смотреться под седлом офицеров, достаточно смелой, удобной на всех аллюрах, здоровой, выносливой, чтобы с успехом справляться с тяготами военной службы. В результате выполнения этого запроса и появилась тракенинская порода лошадей. С 1787 года лошади, рожденные в конном заводе Тракенин, гордо носили на правом бедре тавро в виде рога лося с семью отростками. Остальные восточно-прусские лошади таврились двойным рогом лося на левом бедре. Завод Тракенин на тот момент был настоящим городом, площадью около 15 тысяч акров, то есть 6 тысяч гектаров. Помимо главного комплекса, на его территории располагалось 16 отдельных конюшен для кобыл. Жеребцы-производители содержались в заводе по-королевски. У каждого огромная левада. Конюшни были каменными, с большими окнами. Их строил будущий монарх Фридрих Великий, руководствуясь принципом «дворцы поменьше, конюшни побольше». У каждого жеребца личный конюх. Как правило, это были проверенные люди, которые служили в Тракенине всю жизнь. Жеребята содержались большей частью на выпасе и имели всю ту свободу, о которой мечтает каждая молодая лошадь. Жеребцов заезжали в три года и сразу же определяли их дальнейшее будущее – в кавалерию или саморемонт, то есть для использования в племенной работе. Потенциальные будущие производители в течение года испытывались в специализированном центре в Цвионе. Там они прыгали, проходили полевые испытания, обучались базовым элементам выистки. Все жеребцы подвергались строгой оценке интерьера, экстерьера и спортивных качеств и только лучшие возвращались в завод в качестве производителей. На протяжении многих лет такая тщательная селекция привела к созданию легендарных линий «Перфекциониста», «Темпельхьютера», «Дамфроса», «Пифагораза». Во время Первой мировой войны поголовье тракенов уменьшилось наполовину. И потребовались огромные усилия заводчиков, чтобы вернуть породу к ее прежнему стандарту. В результате этой поистине подвижнической работы было создано еще несколько выдающихся линий, в том числе и линия рожденного в 1926 году Пильгера. В одной из наших подкованных историй, которая называлась «Проигравшие победители», мы очень подробно рассказывали о том, как и почему между двумя мировыми войнами изменилась и цель селекции немецких лошадей, и международная спортивная доктрина. В итоге 200 лет направленной кропотливой селекции увенчались успехом. Перед Второй мировой войной Восточная Пруссия, тогда уже ставшая частью Германии, обладала лучшей полукровной верховой породой в Европе. Война была трудным периодом в истории породы, однако главные испытания для тракенов были впереди. Суровой зимой 1944 года советские войска вошли на территорию Восточной Пруссии. Немцы бежали, оставляя и землю, и имущество. Беженцы на восточно-прусских лошадях из частных конных заводов и крестьяне со своими рабочими лошадьми отправились на запад. Их путь проходил по тонкому льду залива Балтийского моря Куришгав. В дороге лошади гибли в ледяной воде от бомбежек и голода. До Западной Европы добрались единицы тракенов. А лошади из знаменитого конного завода Тракенин были вывезены в Советский Союз в качестве военного трофея. Несмотря на то, что территория завода также отошла к СССР, завод больше не использовался по назначению и к началу 21 века оказался почти полностью разрушенным. Уцелело лишь несколько строений, в том числе главная контора завода, где теперь организован музей, а само здание получило статус объекта культурного наследия. Сегодня здесь, в Нестеровском районе Калининградской области, в поселке Ясная Поляна, можно увидеть и копию скульптуры одного из самых известных жеребцов-производителей завода по кличке Темпельхьютер, которую поставили к 200-летию породы в 1932 году. А оригинальная скульптура Рейнхальда Кюберта стоит в здании кафедры коневодства Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В октябре 1947 года на территории так называемой Тризонии французской, английской и американской оккупационных зон Германии была основана Западно-германская ассоциация заводчиков и любителей теплокровной лошади тракенинского происхождения, известная сегодня как Тракенинский союз. И в том же году этот союз начал поиски уцелевших лошадей и официально зарегистрировал за собой право таврения двойным рогом лося на левом бедре. Союзу удалось отыскать и приобрести двух тракенинских жеребцов, 28 маток и 6 жеребят. Именно они стояли у истоков возрождения породы в Германии. Если в 1944 году тракенинский стутбук охватывал около 25 тысяч племенных кобыл, то в начале 50-х годов он насчитывал всего 500 голов. В это послевоенное десятилетие на международных соревнованиях иностранные всадники часто будут выступать на лошадях немецкой селекции. В их документах в графе происхождения будет написано «Неизвестно, неизвестно, это была Германия». Однако немцы снова справились с грандиозной задачей и опять восстановили породу. Сегодня тракены снова возглавляют мировые рейтинги олимпийских дисциплин конного спорта. Ну как тут не назвать Долеру, кобылу знаменитой немецкой всадницы Джессики фон Бредов-Верндль? А что же происходило в Советском Союзе с трофейным поголовьем? Большую часть лошадей отправили железной дорогой в Ростовскую область в конный завод имени Кирова. Интересно, что в описи они проходили как лошади английской чистокровной породы. К сожалению, трофейным тракенам повезло не больше. Сначала многие животные гибли в дороге от истощения и мороза, а уже на месте от непривычного табунного содержания и новых кормов. Как только ситуация нормализовалась и работа с породой была налажена, ее стал курировать институт коневодства. Начались хрущевские реформы армии и сельского хозяйства. В результате тракены в СССР оказались на грани исчезновения. На бойни отправляли целые конные заводы. Еще немного, и чистопородных тракенов просто съели бы. В итоге из 378 первоклассных тракененских кобыл, поступивших в племенную работу в 1949 году, к 1958 году число тракененских маток сократилось до 70 голов. А среди потерь были представители бесценных линий породы. И вот теперь мы с вами можем вернуться в 1986 год, но уже с пониманием, почему от маленького доходяги, зеленой соплей до земли, принадлежавшего ценной линии пильгера, специалисты не могли отмахнуться. Они боролись за него. В Москве, в ЦСКА ему были созданы прекрасные условия, индивидуальное содержание, первоклассный ветеринарный уход, и эти усилия не пропали даром. К двум годам от биотопа уже было трудно отвести глаз. Вместе с другими лошадьми жеребец пошел в заездку и совсем скоро, уже под седлом, показывал не менее эффектные движения на всех трех алюрах, нисколько не хуже, чем на свободе. Само собой разумеется, что биотоп не мог не попасть в поле зрения заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Ивана Александровича Калиты. Его лучший ученик, мастер спорта международного класса, призер всемирных конных игр и Большого Ахенского турнира, многократный чемпион Советского Союза Валерий Тишков тогда успешно выступал на холсте в команде с Ковшовым, Миньковой и Климко. Позже, когда они встретятся, Тишков и биотоп, станет понятно, что это блестящая пара, но до этого было еще далеко. Четыре года с биотопом занимался отставной прапорщик Прутко. Он много лет работал с Николаем Алексеевичем Седько и кое-чему у того научился. В описываемое время эскадроном командовал Михаил Иванович Копейкин, который лично курировал талантливую молодую лошадь. К шести годам биотоп прекрасно освоил все элементы Большого Приза, кроме Менкинок на Галопе в один темп и Пиафе, которые он пока выполнял с продвижением. Но все остальные элементы биотоп исполнял очень чисто. И вот наступил исторический 1991 год. Используя старые дореволюционные схемы, кадровые кавалеристы во главе с Григорием Тимофеевичем Чередой подготовили для офицеров эскадрона фееричную программу, в основе которой был котельон с участием 12 лошадей. Эта программа получила название «Русские в Брюсселе». Эскадрон ЦСКА к тому времени возглавил полковник Жуковский, тот самый, который привез из Кировского завода сопливого дохлика по кличке Биотоп. Под его руководством офицеры эскадрона и отправятся в Бельгию на гастроли. О том, с каким аншлагом они проходили, мы рассказывали в наших подкованных историях. Вот тогда-то при подготовке этой программы они и встретились – Тишков и Биотоп. Несмотря на очень строгий характер жеребца, Валерию Анатольевичу удалось установить с ним по-настоящему партнерские отношения. Хотя участие жеребца в котельоне требовало от всадника предельной концентрации внимания. В Брюсселе Биотоп стал любимцем публики, а ПДД в исполнении Валерия Тишкова на Биотопе и Татьяны Слепцовой на Ракурсе неизменно вызывало стоячую овацию. Многим было понятно – русские привезли бриллиант. Неудивительно, что на командира эскадрона Владимира Жуковского посыпался град разной степени заманчивости предложений от желающих приобрести Биотопа. Однако конь был собственностью ЦСКА. Тем не менее, одно из предложений командира эскадрона все же заинтересовало. Оно поступило от офицера Самюрской школы, известного всадника иберейтера Ля Ролана. Это было приглашение для Валерия Тишкова с Биотопом и его знаменитого тренера Ивана Александровича Калиты остаться в Бельгии с несколькими лошадьми эскадрона в конюшне семьи Ля Ролана для тренировок и участия в европейских соревнованиях. Принятие этого предложения во многом способствовало то обстоятельство, что 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия и на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Времена наступали непростые, поэтому после согласований с руководством Центрального спортивного клуба армии офицеры Тишков и Калита были формально откомандированы в распоряжении Центра олимпийской подготовки, которым руководил Александр Иларионович Кондратьев. Мы еще встретимся с ним в наших подкованных историях, а пока лишь скажем, что этот человек оказался способным коммерсантом и импресариом. В 90-е годы при его участии многие российские спортсмены уедут работать на Запад, а талантливые русские лошади станут собственностью иностранных всадников. Итак, Тишков с биотопом и со своим тренером Калитой остается в Брюсселе. Без денег, без визы, она уже была просрочена, и без соответствующих документов, которые должны были регулировать права и обязанности сторон. Поэтому, когда между Иваном Александровичем Калитой и хозяевами конюшни возникнут разногласия, Калита вернется в Москву. В другую страну, с другим названием и новыми жизненными реалиями, что вскоре ему придется с болью осознать. А тем временем в Бельгии биотопы и других русских лошадей перестают нормально кормить. Чтобы вывести всадника и лошадей, попавших в трудное положение, потребовалось вмешательство мецената и известного немецкого бизнесмена Александра Мокселя. Его конно-спортивную команду «Аль Моксель» в то время украшали такие звезды конного спорта, как Ула Зальцгебер и Людгер Бербаум. Именно господин Моксель попросил великого всадника и успешного адвоката доктора Райнера Климке отправить коневозку за русскими и временно приютить их у себя на конюшни. Возможно, если бы не авторитет доктора Климке, сценарий мог бы быть иным, но он согласился помочь, и все закончилось хорошо. Вскоре гости с комфортом разместились в удобных конюшнях клуба «Сан-Георг» семьи Климке в пригороде Мюнстера. Поскольку лошади были в ужасном состоянии, первое время Валерию Тишкову было стыдно выводить их в главный манеж для Мациона в то время, когда там кипела работа. Поэтому биотопа он выводил вечером и старался работать с ним, когда его особо никто не видит. Так прошел месяц. И вот настал день, когда великий всадник Райнер Климке все же увидел биотопа. Жеребец снова выглядел великолепно. Это была любовь с первого взгляда. Биотоп станет последней и особо любимой турнирной лошадью величайшего всадника планеты. Когда мы спустя годы познакомимся с его вдовой Рут Климке, и она станет членом первого состава Совета директоров клуба «Продар», мы услышим прекрасную подкованную историю о том, какой любовью и вниманием был окружен биотоп в их доме до самых последних дней своей жизни. Что же привлекло Мэтра в биотопе? Ведь Райнер Климке мог позволить себе любую лошадь. Глядя на эти кадры, можно утверждать, что биотоп был лошадью, опередившей свое время. Тогда на вершине рейтинга были Бонфаер, Жигола, Расти. Но никто из них еще не двигался в горку, как двигался биотоп. Этот тренд придет в мировую выездку позже, в двухтысячных. Но Райнер Климке уже предвидел, в каком ключе будет меняться мода. Валерий Анатольевич Тишков вспоминает, что биотоп был необыкновенно удобной лошадью, гибкой и потрясающе сбалансированной, предлагавшей всаднику очень легкий, просто невесомый контакт с поводом. Стоит ли нам жалеть, что биотоп покинул Россию? Вряд ли. 90-е годы были настолько сложными для конного спорта нашей страны, что организовать надлежащее содержание, условия для тренировок и тем более возможность выступать на крупнейших европейских турнирах, останься он в России, вряд ли было возможно. Таким образом, кровь потомка Пильгера вернулась в Германию. К сожалению, нашей стране не удалось построить селекционную работу с тракенинской породой таким образом, чтобы лошади российской селекции могли на равных конкурировать с оригинальными тракенами. Работая с породой, мы утратили главную цель разведения – получение высококлассной спортивной лошади. Доктор Райнер Климке рано уйдет из жизни. Активный, постоянно находящийся в движении. В тот летний день 1999 года 63-летний адвокат, как обычно, спешил по делам. Его жизнь прервет сердечный приступ, но его семья продолжит дело, которое он любил больше всего на свете. Дочь Райнера, Ингрид, выдающаяся всадница сборной Германии, еще несколько лет будет прекрасно выступать на биотопе. Последний турнирный конь великого Райнера Клинке уйдет в зеленые луга в возрасте 27 лет. Пожизненная сумма выигрыша биотопа на турнирах разного уровня, а это более 60 призовых мест, составляет 250 тысяч дочь марок. Из его первой ставки как жеребца-производителя в 2002 году будут представлены к регистрации в племенной книге Тракенинского союза пять дочерей, и все будут удостоены премий. Шакиру признают лучшей кобылой года, а Фалангс станет вице-победительницей выставки трехлетних кобыл. Два сына биотопа, Голдшмидт и Диас фон дер Хайде, тоже получат лицензию на племенное использование. Линия Пильгера продолжается в его потомках. Оставайтесь в седле, вас ждут новые подкованные истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова